Приветствую всех, кто интересуется методикой преподавания изобразительного искусства. Сегодня наша тема посвящена квест-технологиям как виду неурочной деятельности. И, конечно же, вся эта тема будет раскрываться на примере содержания УМК изобразительного искусства издательства «Просвещение». Хочу сказать, что эта тема не первый раз читается в «Просвещении» в нашем издательстве. Просто сегодня я повторяю ее с некоторыми добавлениями по многочисленным просьбам преподавателей осветить не только квест-технологию, но еще как можно пользоваться этой технологией во внеурочной деятельности. И этот вопрос, естественно, очень актуален в наше время, в нашем образовании, в школьном естественном образовании. Итак, в соответствии с федеральным государственным образовательным стандартам реализуется в образовательном учреждении образовательная программа, в том числе и через внеурочную деятельность. Это я цитирую выдержки из примерного государственного образовательного стандарта. И образовательная деятельность осуществляется в формах отличных от классноурочных. Вот это является суть внеурочной деятельности. И что внеурочная деятельность – это часть основного образования, которое способствует расширению образовательного пространства и создает дополнительные условия для развития учащихся. Вот взяв за основу вот эти основные тезисы из государственного стандарта, мы предлагаем на основе наших УМК разработать модели внеурочной деятельности. Ну вот на УМК можно применить проект в изобразительном искусстве. Естественно, художественно-творческую, учебно-исследовательскую деятельность, собственно, художественно-творческая и учебно-исследовательская, они идут рука об руку в нашем предмете. И учебно-исследовательскую деятельность тоже можно применить, потому что есть множество тем, которые способствуют изучению работе в данном направлении. Например, старые города или резьба, или какие-то путешествия по другим государствам и так далее. То есть можно исследовать всё. И художественно-творческое, каким способом приём материала. Но это чуть попозже, я обязательно об этом скажу. И квест, который может соединить в себе и учебно-исследовательскую, и художественно-творческую деятельность, но в игровой форме. Итак, вот этот слайд как раз и раскрывает нам сущность художественно-творческой деятельности, которая направлена на создание новых, оригинальных, субъективно, именно субъективно значимых образов. То есть образы, рождающиеся от конкретного обучающегося. И какой она бывает, эта деятельность. Изобразительная, декоративная, конструктивная и так далее. И направлены они на создание художественного образа. Он может быть создан в изобразительной деятельности, в декоративной, конструктивной. Что касается учебно-исследовательской деятельности, то в нашем предмете эта деятельность направлена на получение новых объективно-научных знаний. А что мы сюда вкладываем? Это новые способы изображения, всякие приёмы, традиционные и нетрадиционные, композиционные приёмы, новые выразительные средства и материалы. То есть чем можно изображать? Как можно изображать? Что можно изображать? В декоративной трактовке, в конструктивной или в изобразительной для получения нового художественного образа. И, конечно же, хотелось бы обязательно отметить просто как информационно. Различие проектной и учебно-исследовательской деятельности и, конечно же, квеста. Проект. Я думаю, что об этом много-много раз вам говорилось, но раз я коснулась этих видов деятельности, конечно, нужно сказать и о различиях. Проект направлен на получение конкретного запланированного результата, то есть продукта, обладающего определёнными свойствами. То есть этот продукт должен быть, например, к чему-то приурочен, кем-то, например, заказан. Нужна его нужность и социальная значимость. Этот проект создаётся, он краток по времени. Есть определённое время, за которое этот проект должен быть создан. Он не вечен, да, скажем так. Он, есть у него временные рамки. И вот в результате, в результате этого проекта обязательно должен появиться вот этот или создаться этот продукт. какой угодно, да, это может быть арт-объект или картина, или что-то ещё, или какое-то изделие в рамках нашего предмета. Что касается учебно-исследовательской деятельности, то в ходе исследования организуется поиск в какой-то области, формируются отдельные характеристики итогов работы, ставится гипотеза, да, и потом экспериментально эту гипотезу или подтверждают, или опровергают. Исследование может быть долгим. И в конечном его результате не нужен никакой продукт, не нужна никакая модель, если это не предусмотрено условиями или темой исследовательской работы. Что касается квеста, то это всегда проблемное задание с элементами игры, ролевой игры, для выполнения которого используются информационные ресурсы интернета. А вот в изобразительном искусстве требуется творческий подход, и по результатам этой игры создаётся арт-объект. То есть как конец или итог игры в квесте, обязательно и при принадлежности квеста к нашему предмету, то есть к изобразительному искусству, обязательно нужно создать арт-объект, или какие-то художественные зарисовки, или это будут какие-то скульптуры, или это будет выполнение какой-то инсталляции, о которых мы сегодня с вами и поговорим. Итак, потенциал ОМК в организации художественно-творческой, учебно-исследовательской деятельности или вот в квесте. Квест – продолжительный, целенаправленный поиск, который может быть связан с приключениями или игрой. Обязательно должен быть интересный сюжет, который бы заворожил ребят и погрузил вот в эту игру. Что мы считаем элементами игровыми в квесте? Ну, во-первых, это, опять я сказала, сюжет. Затем работа с информацией, которую, опять же, готовит преподаватель. Решение головоломок, задач, требующих от игрока умственных усилий, творческих подходов. Вот в этой игре каждый игрок или каждый участник квеста выполняет определенную задачу и исполняет роль, которая помогает ему решать вот эти задачи по квесту или по тому проблемному заданию, которое представил перед ним педагог. Ну и веб-квест – это интернет-технология, ориентируется на поиск, в который большую часть информации или вся информация, с которой работают ученики, поступают из сети интернета. Вот в веб-квесте источник играет немаловажную роль. Итак, как организовать веб-квест? Потому что веб-квест – самый удобный вид квеста для внеурочной деятельности. Вот как организовать такую внеурочную деятельность? Что должен сделать учитель? Для учителя по теме квеста мы же можем даже опираться на наш УМК. Наш разговор идет сейчас именно о потенциале нашего УМК в организации вот такой внеурочной деятельности, как веб-квест. Вот взять УМК. Вот весь шлейф УМК. Во-первых, сам учебник. Содержит очень интересный текст, где к каждому абзацу можно придумать определенные вопросы. Есть иллюстративный материал, есть задания. И, как правило, преподаватели могут видеть, что авторы предлагают не один вариант творческого задания, а несколько – и три, и четыре. То есть это сразу наводит на мысль, что каждый вариант творческого задания может исполнить одна из команд. То есть если три задания, то три команды. Итак, значит, мы берем с вами учебник, его анализируем с точки зрения подготовки квеста. Точка зрения какая? Нужно найти проблему. Проблема, как правило, лежит на поверхности. Можно пойти от названий тем, которые перечислены в наших учебниках. Ну, например, загадки белого и чёрного цвета. То есть уже какая-то проблема. Или о чём рассказал Каргопольский узор. Это тоже проблема. Нужно узнать, о чём же он наконец-то рассказывает, этот Каргопольский узор. Итак, то есть педагог берёт весь комплект УМК. Рабочую тетрадь. Там дополнительные творческие задания для каждого игрока могут быть. Там включены вопросы дополнительные, те, которые мы не встретим в учебнике. Мы берём с вами методичку или разработки уроков, где авторы предлагают сценарий урока, приблизительный, примерно сценарий урока. Там тоже есть и задания, там есть и материал, на который нужно обратить внимание. Там много что есть, включая даже информационные ресурсы, которые в этих методичках авторы обязательно предлагают. Обратиться, например, к телевизионной передаче или к каким-то сайтам. И вы это можете взять себе на заметку. Обязательно нужно придумать это самое проблемное вступление. Если в УМК есть такая помощь, как задания творческие, как промежуточные задания, как контрольные вопросы, отвечая на которые дети обращаются к информационным ресурсам. Это могут быть интернет-ресурсы, это могут быть какие-то ссылки на энциклопедии, это могут быть даже справочные словари или даже сам учебник, где преподаватель заложил необходимые строчки, страницы для того, чтобы дети могли обратить туда внимание и прочитать необходимую информацию и сделать из нее вывод. Но вот проблемное вступление в квест, роли и правила игры разрабатывает преподаватель. То есть нужно придумать это вступление, интересное, занимающее вступление, которое содержит какой-то секрет, интригу, которое содержит проблему, чтобы направить ребят по направлению ее решения. Роли. Вот к этой теме мы подбираем разные роли. Кем они могут быть? А роли даются не случайно. Дело все в том, что если в классе есть ребята, которые хорошо держат в руках карандаш, он может быть рисовальщиком. Тот, кто хорошо владеет кистью, он может быть художником. Тот, кто не очень хорошо рисует, он может быть искусствоведом, то есть разбираться в символике, ну, того же, например, Крыгопольского узора. Тот, кто, например, не умеет рисовать и не умеет заниматься живописью, то есть нет способностей таких очень ярких, но хорошо лепит, он может быть мастером. То есть вот вы прекрасно знаете своих обучающихся в классе. В каждом классе вы выделяете и звездочек, вы выделяете тех, кто хорошо может мыслить, имеет какую-то креативную мысль. Вы выделяете всех учеников и знаете их способности. И поэтому роли распределить для вас, я думаю, в этом плане не будет сложностей. Дальше. Вот заключение и начало игры. Это два дня, которые преподаватель должен посвятить или вот провести в школе, в здании школы. То есть это будет после уроков. В один день, когда мы погружаем детей в эту игру и говорим о правилах игры, что такое правило игры? Это то, что должны сделать дети. Вот вы конкретно для них ставите эту задачу. Что они должны выполнить, и в конечном итоге, что они должны получить. Это в начале квеста. А в заключение это вы уже собираетесь еще раз после уроков. И каждая команда отчитывается о проделанной работе и демонстрирует результат. Тот самый арт-объект или картинка, то есть арт-объект, который они выполнили в процессе игры или проведения вот этого квеста. Связь. Ну, об этом позже. Вот как раз мы с вами... Я понимаю, можно теоретически говорить много и долго, но, как всегда, любая технология хороша на практике. Вот сейчас я вам предложу такой приблизительный пример веб-квеста. Вы собираете учеников и говорите о том, что при раскопках найдены осколки глиняных изделий с изображением загадочных символов. Наша задача определить по орнаменту, частично сохранившимся на осколках глиняной формы, что это за предметы. Восстановить элементы росписи, а по росписи восстановить эти предметы. Разгадать тайное значение символов, которые сохранились на этих осколках. Разговор идёт об уроке Дымковской, Каргопольской и Филимоновской игрушки. Пятый класс – Борис Михайлович Неменский, и седьмой класс – Тамара Яковлевна Шпикалова. По ОМК наших авторов. Дальше. Вот приблизительно те самые осколки, которые были найдены на территории России. И вот такие осколки попали к нам в руки. Нам эти осколки, то есть фрагменты игрушек, пригодятся для того, чтобы мы ещё и разбили наших детей на команды. То есть ребята подходят к столу, разбирают карточки, которые отвернуты от нас рисунком вниз. И затем смотрят, какие элементы или фрагменты росписи совпадают друг с другом. То есть они между собой их рассматривают и уже делятся сами на ту команду, которая будет заниматься Каргопольской игрушкой, ту команду, которая будет заниматься Филимоновской игрушкой и третья команда, которая будет заниматься Дымковской игрушкой. То есть вот по элементам росписи и похожести дети поделились на команды. Дальше. Когда преподаватель раздаёт задания обучающимся, то, ну, капитан, да, вот команда выбрала себе капитана, то в конверте с заданиями есть ещё и роли. О них же тоже говорит преподаватель, когда вы начинаете эту игру, что каждый выбирает для себя роль и в соответствии с этой ролью должен выполнить определённые задания. Вот такие роли можно предложить. Мастер. Рассмотреть в источниках образцы народных глиняных игрушек. Слепить игрушку, похожую на один из игрушечных промыслов. То есть в данном случае каждый из групп лепит ту игрушку, которая ему досталась, вот, ну, скажем так, по жребию, когда они выбирали вот эти осколки с изображениями. Художник. Что делает он? Он создаёт зарисовку основных элементов узора и, обратишку материалов-источников, расписывает игрушку в традиции промысла. Именно ту игрушку, которую слепит мастер. Искусствовед. Рассмотреть представленные материалы по росписи глиняных игрушек. Найти и перечислить древние образы и мотивы, знаки и символы, украшающие игрушки. Найти в интернете значение этих символов и знаков. Историк. Найти в интернете исторический очерк о возникновении игрушечного промысла. Указать на карте России места зарождения игрушек из керамики. И эксперт, чаще всего это капитан команды, он составляет, оформляет отчёт о работе команды. Ещё при этом он всегда контролирует ситуацию в своей команде. Что делает мастер, на каком этапе, какие элементы нарисовал художник, что исследует искусствовед, чем занимается историк. И эта команда, она может сообщаться между собой по тем коммуникативным средствам связи, которые у нас присутствуют. Это электронная почта, это вайбер, это сам телефон, или ватсап, по которому они могут пересылать друг другу вот то, что они сделали. И конечные материалы исследования отправляют эксперту, то есть своему капитану, который сложит эту всю презентацию для завершения и представления её на отчёте. Дальше. Мастер и художник, конечно, встречаются между собой для того, чтобы мастер передал слепленную игрушку художнику для её завершения. И вот всегда эти участники команды находятся на связи. В любой момент приходят на помощь друг другу. То есть вот такая это командная игра. Дальше. Помимо роли вкладываются в этот конверт вопросы-задания. Всё это мы, конечно, уберём из УНК. Там достаточно вопросов, которые могут быть вопросом для игры. Какую роль в жизни людей играла народная игрушка? Рассмотрите игрушки, принадлежавшие к разным художественным промыслам. Что между ними общего и в чём различия? Кстати говоря, что все вопросы собраны так, чтобы для каждой роли, для каждого участника был вопрос, на который он должен ответить. Укажите на карте России места зарождения игрушек с керамики. И вот, конечно же, это вопрос для историка. Или распишите игрушку в традиционной росписи промысла. Конечно же, это задание для художника. Вот информационные ресурсы сети интернет. Во-первых, учебники, которыми могут пользоваться ребята. Можно даже отметить страницы в этом же конверте, вложить к заданиям. То есть обязательно пользоваться интернет-ресурсами, обязательно пользоваться информационными справочниками, обязательно пользоваться словарями, если это решил так педагог, обязательно пользоваться учебниками, рассмотреть, что-то требуется или какие-то элементы росписи тоже можно увидеть в рабочей тетради, в учебнике и так далее. И еще по каждой игрушке, по истории, по созданию, по росписи преподаватель подбирает вот такой вот арсенал ссылок на информационные ресурсы. Но, конечно, сам преподаватель должен обязательно их все просмотреть. Я думаю, что по три ссылки на каждую игрушку будет достаточно для обучающихся, для того, чтобы они могли познакомиться с историей создания. Кстати, есть очень интересные короткометражные ролики, которые называются «Ремесла». И они там по цифрам. Вот, например, «Ремесло-27» как раз рассказывает о каргопольской игрушке. То есть это очень интересные ролики, которые рассказывают о любом ремесле. Их очень много. И тем роликов очень много. И они находятся в доступе в интернете, и ими можно воспользоваться. Дальше. Посмотрите, пожалуйста, какие элементы росписи должен сделать художник. Художник, который занимается каргопольской игрушкой, дымковской или филимоновской. Это образцы. Тоже в каждом конверте сложены не общие образцы, не для всех, а конкретно для каждой команды. Для каргопольской игрушки, для дымковской игрушки, для филимоновской игрушки. И ссылки также должны быть именно для отдельных игрушек. Не надо вот это всё вместе, дети не разберут. Это вы знаете. Вот конкретно для команды, что она должна делать. И вот пока каждый игрок занимается кто-то исследованием, кто-то историческими очерками, кто-то мастерит игрушку, лепит её из пластилина или глины. Кстати, сейчас в продаже есть глины, есть полимерная глина, есть пластилин. Всё это можно использовать в работе. Можно использовать даже баночки от йогуртов, их вымазать, пластилином размазать и создать образ дымковской, например, барыни. При этом художник возьмёт водоэмульсионную краску и закрасит этот пластилин белым цветом, чтобы потом нанести на него узоры. То есть приёмов выполнения очень много. Но самое главное, чтобы это был мотив именно того промысла, к которому обращены дети. И исследовали они именно этот промысел, стараться создать конкретно те узоры, которые присущи, принадлежат дымковской, или каргопольской, или филимоновской игрушке. Дальше. В заключительный день, когда материал собран, когда игрушки готовы, когда презентация команды завершена, педагог собирается с детьми в назначенное время, в назначенном месте, и происходит защита игры, подведение итогов этого квеста. И вот посмотрите, пожалуйста, что для каждой команды, которая работала над разными игрушками, будет интересно узнать. Если они делали каргопольскую игрушку, им интересно рассказать о том, как они работали над ней, поделиться своими знаниями. Остальные будут тоже удивлены, что каргопольская для них это что-то новенькое, потому что они работали над дымковской игрушкой. То есть вот в результате дети, во-первых, видят игрушки разных промыслов, и ещё они узнают о них в процессе, вот в этом практическом процессе, когда ребята рассказывают о том, как они работали над этой игрушкой. И какую историческую или искусствоведческую интересную историю они оттуда почерпнули. Вот что, что значит у каждой игрушки, русской глиняной керамической игрушки. Вот так может выглядеть веб-квест. Кстати говоря, веб-квест можно применять и в седьмом классе по программе Бориса Михайловича Неменского, когда можно представить себе какое-нибудь дизайнерское бюро, где создаётся там, например, какой-то журнал. И там тоже есть определённые роли. Работать можно над шрифтами, линиями. То есть вот тоже каждый из участников игры может быть в роли дизайнера, рисовальщика, художника, верстальщика. То есть могут быть разные приёмы, которыми можно воспользоваться при создании веб-квеста и по графическому дизайну тоже. Участвуя в игре, как это есть у Бориса Михайловича Неменского, там написана деловая игра по созданию журнала. Можно превратить вот в такой квест. Главное найти вот эту проблемную историю, в которую можно погрузить обучающегося. Итак, дальше. У МК Тамары Яковлевны Шпикаловой. Есть в её МК такая интересная тема, которая называется «Народная расписная картинка Лубок». Она действительно очень интересна. Для того, чтобы наши обучающиеся смогли дистанционно, вне урока, во внеурочной деятельности учебной, найти все законы изображения, композиции в Лубке, историю создания Лубка. Могли это делать самостоятельно, но, конечно, под неусыпным надзором педагога. Вот, собственно, всё придумывает педагог, организует всё педагог, а вот дети играют в эту игру. В правила, которые распишет педагог. Итак, как можно погрузить детей вот в это, например, вот в это проблемное задание? Ну, к примеру, педагог говорит о том, что у него есть соседские мальчишки, друзья, которые, рассматривая альбомы с иллюстрацией Мавана Яковлевича Билибина вдруг увидели вот такую вот иллюстрацию к сказке «Пойди туда, не знаю куда». И их привлекло внимание изображение, очень интересное изображение на фоне стены. Да, вот что там такое, кто это изображены, и что это за рисунки, да. И вот наша задача разгадать эти рисунки, кто на них изображён, почему так изображается, и когда так изображается, и чем это изображается. То есть вот такой вот, например, сюжет для игры мы с вами, допустим, придумали. Дальше. И вот команды должны разбиться, вернее, учащиеся должны разбиться на команды. Мы понимаем с вами, что лубок – это фольклор, поэтому для решения всех задач, которые есть в теме этого квеста, можно применить пословицы, поговорки, чтобы литератор, который, например, будет его роль там, разгадал, отделил пословицы от поговорок. Все эти пословицы, поговорки можно взять и для того, чтобы поделить класс на команды. То есть взять, например, скороговорку. Например, «тупогуб», «тупогубенький бычок» – начало. А у быка была губа, была тупа. То есть это вот уже, например, выбрать так капитана, кто первый продолжит. Или же каждое слово в скороговорке выкрасить разным цветом. И чтобы, собрав один цвет, появилась вот эта скороговорка из семи, например, слов, и будет собрана команда. Ну, там, например, «карло уклару украл кораллы», «карло украл колорнет». То есть и вот, собрав скороговорку, собирается команда. Дальше. Задания, которые можно давать художникам, вы видите вот по таблицам, которые размещены на страницах наших учебников. Как они могут выглядеть, эти изображения рисованного лупка 18 века, мы тоже можем видеть. Особенности о них рассказывается и на страницах учебника. То есть ребята, которые будут работать вот в этом квесте, изучать вот эти вот секреты и кто изображён на стене вот в этой иллюстрации, будут заниматься каждой своим делом, используя всевозможные источники. Ну вот, конечно же, историк должен обратиться к интернету для того, чтобы выяснить, кто же был изображён на тех листах, которые украшали терем царя, допустим так. Какие роли, да, роли? Как я уже сказала, литературовед, который разделит пословицы, поговорки. Затем из каждой команды достается задание. Ну, собственно, вы видите даже это и на странице. Выбери пословицу, запятая поговорку, слова народной песни, текст, который поможет тебе пояснить сюжет твоего лубка. То есть каждая команда должна создать лубок, иллюстрацию, рисунок лубок. Иллюстрация к поговорке, например, или к скороговорке, или к пословице. И вот первая команда, например, рисует лубок по скороговорке, с изображением людей. Другая команда по скороговорке тоже работает, но с изображением животных. Или пословица. Также можно взять пословицу с человеком, пословица с животным. Вот. Третья команда работает только по пословице. То есть две команды по скороговорке. Одни изображают людей, другие животных. А третья команда выбирает для себя пословицу. И пускаются в игру. Все вопросы, задания, приемы творческих каких-то изображений, рисования, какие цвета используются в лубке, историю его становления. Все можно найти в материалах ВМК Тамары Яковлевны Шпикаловой. То есть если вы возьмете и рабочую тетрадь, и учебник, и методическую разработку урока, и программу даже, если вы возьмете, вы все увидите там. То есть вам останется только логически все это сконструировать. Ну и придумать, конечно же, вот этот сюжет. Ну в данном случае, может быть, какую-то помощь в этом смысле оказала и я. Дальше. Есть такие задания в ОМК Бориса Михайловича Неменского. Это задания, которые требуют очень большой подготовки. И темы, которые требуют очень большой подготовки. Вот, например, инсталляция. Чтобы создать такую работу творческую, ребятам нужно время на то, чтобы собрать вещи, предметы. Там свои игрушки, какие-то удивительные канцелярские, могут быть, принадлежности. Какие-то, может быть, старые утюги. Кстати говоря, об вещи, ее истории на страницах учебника это встречается. И о понятии инсталляция тоже. Но если мы хотим превратить инсталляцию, тему инсталляции в квест, то тогда должна быть какая-то загадка. В чем она может быть? Ну это чуть дальше. А вот сейчас просто для нашего с вами интереса я включила фотографию инсталляции Ильи Кабакова, представленную в Третьяковской галерее, которая называется «Человек, улетевший в космос из своей комнаты». 30-е годы. Мы видим плакаты наподобие Лисицкого на стенах. То есть вот о чем сюжет. Обитатель этой комнаты строит какую-то удивительную машину, которая может найти энергию мира. То есть собирает в себе энергию мира. Такая фантастика. Почти машина времени, как у Михаила Булгакова, как Иван Васильевич меняет профессию. И вот соседи вдруг услышали странный звук, шум какой-то из этой комнаты. И ворвались к своему соседу. И увидели, что обитателей этой комнаты на своем месте нет. А вот все, что осталось без него, они становятся свидетелями этого явления, этого события. Собственно, и зрители, как мы с вами, даже глядя на эту фотографию инсталляции Ильи Кабакова, застываем в том же состоянии, что и соседи по комнате. То есть разбит потолок, а обитателя нет. Он покинул свое помещение, улетев в космос или улетев к своей мечте. То есть у каждого здесь рождаются свои собственные ассоциации, глядя на вот эту инсталляцию. Собственно, это для взрослых, конечно же, мы с вами рассуждаем уже как взрослый зритель. Для детей это все, конечно, гораздо проще, гораздо более обыденнее, более приближенно к ним. Это мы еще помним. Видим чертежи каких-то летательных аппаратов на стенах этой комнаты и интерьер, который напоминает нам то событие, когда квартирный вопрос испортил москвичей. То есть уносит нас именно туда. Это так. Для, скажем, погружения вас в эту тему предложен мной такой иллюстративный ряд. Итак, что же происходит на страницах учебника? На страницах учебника дается и определение, что такое инсталляция. Дается удивительно выразительные вещи, что собой представляет язык инсталляции. Очень много иллюстраций посвящены инсталляции. Вот именно отсюда. И обязательно есть творческие задания, опять же, не один, а три, которые можно взять за основу выполнения инсталляции. А как погрузить учащихся в эту тему? Ну, я предлагаю вам, например, как будто бы состоялся разговор с художником, или вот, да, художником, который создает вот такие инсталляции. И он, например, говорит, что есть произведения пластического искусства, которые обладают удивительными свойствами. И у них свой собственный язык выражения, да, выразительный язык, свой собственный. Ну, например, так, что для композиции имеются элементы пространства и вещь можно соединить. Это можно соединить и на плоскости. Соединяет в себе и различные виды искусства, что инсталляция может занимать место в музее. То есть это вот такое вот произведение пластического искусства, инсталляцию мы не называем. Может находиться в музее. Должна обязательно быть взаимосвязь со зрителем и быть там личные какие-то вещи, дорогие для человека. Вот. Что это не скульптура, что это не дизайн, но вид пластического искусства. Да, вот, например, что же это такое? Что за загадочный разговор состоялся у нас с художником? Что это за вид пластического искусства? Вот мы в него погружаем наших ребят и говорим уже в процессе игры, они узнают и о символе, и о метафоре, и о ассоциативно-образном представлении. То есть вот это совсем другой язык пространственного произведения пластического искусства, что в нём есть вот такой вот художественный смысл, художественный образ, который может содержать в себе рассказ. И самое главное, чтобы у инсталляции обязательно было название. То есть вот нужно как в абстракции, так и в инсталляции нужно обязательно вот это произведение назвать. И тогда уже можно сложить вот к этому названию все те предметы. Они как будто бы вот как магнитом сами подтянутся. Ну вот на иллюстративном ряде в учебнике мы можем с вами увидеть, например, «Алёнка, моя сестрёнка». И вот со словом «Алёнка, моя сестрёнка» понятно уже возраст этой девочки. Понятно, что любит сладкое, и можно вложить шоколад Алёнка, прыгалки. Ну то есть вот всё, что может характеризовать мою сестрёнку. Или же вы помните песню, которая звучала так, «Из чего же, из чего же, из чего же сделаны наши мальчишки?» «И вот перебираем мы, вот из того, из того, из того. Из чего же девчонки?» Собственно, это по существу песенная инсталляция вот того пластического искусства, которое можно было бы создать. Можно сделать и профориентационный какой-то элемент инсталляции. То есть любую тему можно взять, но самое главное – нужно задать название. Ну вот темы. Темы могут быть разными. Спорт, музыка, игрушки, мода, космос, предметы космоса, ну фотографии можно сделать. Даже предлагают авторы использовать и компьютерную графику. Сделать это всё в интернете, то есть в компьютере можно. Дальше – туризм, страны, путешествия, семья, машины, профессии, швейное дело, почти как скрапбукинг, да, может получиться. Кулинария, книги и журналы, и много-много ещё разных тем. Но самое главное, чтобы вот в этой теме было узенько, оно же широкое, да, вот это понимание. Было узенькое название, вот именно на той инсталляции, над которой будет работать та или иная команда. Собственно, команды могут быть от трёх до пяти-семи человек, ну не больше, не надо класс делить на половину там. Вот даже, может быть, три-пять человек, которые бы создавали вот эти предметы, образно-плоскостные, да, не надо как бы пространственно-объёмными их делать. Можно вот сделать, как в учебнике, подсказанном нашими авторами, можно сделать их такими плоскостными произведениями пластического искусства. Дальше. Что можно сюда включить? Материалы для квеста. Можно подобрать ссылки на объяснение, что такое инсталляция. Можно обратить внимание детей на музей современного искусства. Кстати говоря, там разрабатываются проекты, уже можно туда зайти, там есть тема для детей, и есть виртуальная игра, где в современном музее, вот музее современного искусства рассказывают об этих необычных видах искусства, как ассамбляж или инсталляция, или там абстракция. То есть вот всё это там есть. И если вы попадаете в эту игру, во двор, даже строение музея там рассказано, очень интересно. Я вот ссылочку дала на эту игру в музее современного искусства, то, что делают они для детей. Собственно, в задании может быть, и чтобы ребята Москвы, конечно, посетили этот музей современного искусства, но обязательно указать, что они там должны увидеть, потому что многие инсталляции им не по плечу, то есть они могут их не понять. А вот конкретно, что они могут увидеть? Например, инсталляция «Семья» называется. Вот удивительная вещь, как художники обращаются к обуви. То есть ботинки папы, туфли мамы и несколько туфелек детей. То есть вот так семья. Они приклеены на плоскости, на дощечке, да, так представлена эта инсталляция. Вот, и уже понятно, папа, мама и дети. Там ботиночки детские, ботиночки, вернее, мальчиков ботиночки девочки. И то есть даже можно обратить внимание на моду, которая была вот в эти 30-е годы. Какие сандалики носили мальчики, какие сандалики девочки, какие туфли носила мама. Даже можно увидеть стоптанность, да, но это уже я так вам хочу сказать, что обувь, наверное, она более предана своему хозяину, эта вещь, чем, наверное, платье. Потому что одежду снял даже, вот, например, пальто снял, положил, и оно забыло образ человека, да, вот антропометрические данные человек. Ну, не сохраняет особенности внешности человека. А обувь, наверное, наоборот. Даже каблучки стаптываются в свойстве на человеку. Там или как-то выделяется пальчик, там, ну, морщинки на обуви, складочки, да, вот только так, как человек ходит. Строение ноги, да, повторяет. Помните, как в старину было валенки, да, сначала делали на одну ногу, а потом уже разнашивали. И вот валенок принимал форму левой и правой ноги. Так, дальше. Ссылка на ассамбляж. Потому что у вас может быть в задании, в конверте, который вы даёте детям, может быть такое, что общего между инсталляцией, плакатом, ассамбляжем, коллажом. То есть они должны найти ответ на этот вопрос. Вот. Почему в современном искусстве вещи служат материалами для создания и инсталляции пластического такого искусства? То есть вот значение вещи они должны обязательно узнать, сделать геометрический портрет вещи, зарисовку. Это каждый делает из участников в команде. То есть вот художник, дизайнер, искусствовед, конструктор. Конструктор обязательно поможет делать монтаж, да, вот или клеить эту инсталляцию. Собственно, все ребята, которые задействованы в этом творческом процессе, они подбирают материал. То есть на всё на это нужно время. Проблема узнать, что же это такое за пластический вид искусства, вот такой вот, где средствами изображения и средствами выразительности служат наши вещи, окружающие наши, даже игрушки. Вот. И потом, конечно же, когда происходит защита этих инсталляций, можно вложить вопросы, к какому виду искусства относят ваши произведения, какой образ вы создали, какие предметы при этом использовали, какие ассоциации хотели вызвать у зрителя, как назвали свою инсталляцию, вот, и другие, могут ли быть другие варианты названий вашей инсталляции. То есть вот что-то вот такое необычное должны создать дети, которые должны вызвать у нас ассоциативно-образное представление о том, что они хотели, о чём они хотели рассказать. О каком-то увлечении, кто-то, может быть, марки собирал когда-то, кто-то собирает сейчас марки, я не знаю, ну, вот, какой-то коллекции, какая-то любимая игрушка, которая осталась с тех далёких детских времён у них, да, с мишкой там. Ну, вот что-то такое, что дорого, с чем есть история, вот с этой вещью есть история, и эту историю можно поделиться со зрителем, да, вот, с теми, кто будет смотреть эту инсталляцию. И он тоже должен понять, о чём хотел сказать художник. То есть тот же самый художественный образ, который заключается в целом рассказе, вот, просто целый повествовательный рассказ. Итак, ну, и в заключительном слайде посмотрите, пожалуйста, что я увидела, опять же, из источника, из интернета. Портреты событий людей, так можно назвать этот квест. Что расскажет вещь. Очень нравится мне вот этот кораблик и чемоданчики, да, вот, прям разговор о путешествии. Вот шары, они из пуговиц, но тоже о весёлом, радостном настроении. Рисующие дети, что дети могут рисовать и в 10 лет, и в 5, и на чём угодно они могут рисовать. Вот посмотрите ещё на такие графические инсталляции. Конечно, в целую инсталляцию это можно превратить тогда, когда, например, вместо машинки будет игрушечная машинка, которую взял один ученик, да, из ваты сделали вот этот дым. Ну, и из папиной банки, куда он складывает болтики, гаечки, всякие там краны, какие-то соединительные какие-нибудь вещи, что ему очень нужно, да, нашему папе. Вот оттуда он тоже может взять какие-то предметы, которые могут создать определённый художественный образ или рассказ. То есть поле огромное для воображения, поле огромное для творчества. И я желаю вам удачи на этом нелёгком пути. На этом я хочу закончить свой вебинар. Думаю, что то, о чём я сегодня вам рассказала, пригодится вам в вашем нелёгком труде. До свидания. Субтитры создавал DimaTorzok